Здравствуйте! В эфире новости 1-го Карагандинского. В студии работает Миром Гульсал Кимбаева. Коротко о главном. Комитет дисциплинарного совета провозгласил правонарушения со стороны государственных служащих, кого привлекли к дисциплинарной ответственности на этот раз. Глава региона посетил ряд предприятий в Бухажираусском районе. Сотрудники общественного объединения ОСА наказывают полицейских. Таким образом, активисты пытаются предотвратить коррупцию со стороны правоохранительных органов. Нурмухамбет Абдебеков ознакомился с ходом реализации программы социально-экономического развития Бухажираусского района. Всего в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» в этом году поддержку получили 40 проектов на сумму 3 миллиона 800 тысяч тенге. За счет этого были трудоустроены более 700 жителей района. Первым делом глава региона ознакомился с ходом реконструкции утиной фермы, которая находится в селе Самарканд. На сегодня-то ферма выпускает около 230 тонн утиного мяса в год и пользуется большим спросом в Казахстане. Особенность технологии та, что здесь очень минимизирован человеческий фактор по выращиванию именно птиц и утки. Поскольку все автоматизировано, компьютерно, человек в большую часть играет как роль оператора, не как птичьи. Старый советский метод, он от этого уже ушел, его нет. Следовательно, исходя из этого, получается очень хорошее условие, практически близкие к идеальному по производству мяса. Утка растет в тех условиях, в которых она нуждается. В селе Тузды Нурмухамбет Абдебеков побывал на складах картофель-хранилищ христианского хозяйства «Аргын». В этом году руководители предприятия заключили договор с предпринимательской компанией «Сарарка». Это позволит формирование стабилизационного фонда картофеля в объеме 600 тонн. Надо, чтобы субсидии были на них. Нельзя отменять ни в коем случае. Всего 2-3 хозяйства работают, но эффект на лицо. Привез два вагона, раскачали в этом году 300 тонн. Далее Аким Карагандинского региона проинспектировал результаты завершения строительных работ по водопроводных сетях, которые ведутся в рамках госпрограммы «Акпулак». Кроме того, посетил резервуар и насосную станцию села Петровка. Затем Акимобласти провел совещание с представителями малого и среднего бизнеса, где был рассмотрен ряд актуальных вопросов и обсуждены проблемные моменты. Гарантирование. Всего одобрено 4 проекта на общую сумму гарантий 226 миллионов тенге, в том числе в 2015 году 3 проекта на 48 миллионов тенге. Предоставление грантов. Был одобрен 1 проект на сумму 3 миллиона тенге. Подведение производственной инфраструктуры. Одобрено 14 проектов на сумму 1 миллиард 125 миллионов тенге. И в 2015 году 2 проекта на 82 миллиона тенге. На регион приходится около 5% от всех одобренных проектов по области. По программе поддержки сельского хозяйства «Агробизнес-2020» за период с 2010 на 2015 годы по району было выдано 8 миллионов 359 тысяч тенге на реализацию более 1 тысячи проектов. По итогам 2015 года объем промышленного производства запланирован на уровне 34 миллиарда 850 миллионов тенге. В целом, по результатам 2015 года в Харжаусском районе ожидается рост экономики на 4%. Сельское хозяйство на 6%. И по уровню шагурули выросли на 1,1%. На 7,1% увеличилось количество действий, что любит по малому подпринимательству. И на 2,1% объема продвижения денег работы сельского. Инвестивно в экономику района 10 миллиардов 372 миллионов тенге, что лучше показать за прошлого года на 31,4%. Объем строительного работа составил 6 миллиардов 126 миллионов тенге. Введено 7 641 квадратных метров жилья. Промышленному за 9 месяцев текущего года объем производства промышленного производства составил 24 миллиарда 932 миллионов тенге. В завершении встречи предпринимателями были заданы интересующиеся их вопросы. Состоялся очень важный и конструктивный диалог по вопросам развития предпринимательства в районе. Гульза Атсахова, Александр Царикидзе, 1-й Карагандинский. Зоопарк не будет передан в частные руки. Об этом сегодня сообщили на пресс-конференции в городском Акимате. Учреждение для содержания животных в неволе с целью их демонстрации, сохранения, воспроизводства и изучения может лишь быть передан в долгосрочную аренду. Подробнее в следующем сюжете. Сегодня в Акимате города Караганды прошел брифинг, на котором сообщалось о будущем зоопарка шахтерской столицы. В начале пресс-конференции заместитель Акима города Ирина Любарская сразу заявила, что никаких комментариев по фактам злоупотребления служебных полномочий в зоопарке не будет. На брифинге было объявлено, что зоопарк никоим образом продавать не будут. Никогда мы не сможем этот зоопарк продать, то есть он будет использоваться по назначению. И сейчас главная задача – это, естественно, сохранение профиля, вложение инвестиций местного бюджета. Плюс, если инвесторы изъявят желание, то зоопарк будет передан в долгосрочную аренду. Также были озвучены цены. Вход детям до 5 лет бесплатный, от 5 до 14 – 200 тенге, взрослым – 400 тенге, катание на пони – 300. Доходы от платных услуг поступают в распоряжение предприятия. Зимнее здание для содержания животных будет снесено в следующем году, так как находится в не самом хорошем состоянии. Из бюджета города на строительство нового здания деньги выделять не станут. Вместе с руководством зоопарка будут искать предприниматели, которые захотят внести свою посильную лепту в строительство зимнего здания. Заболеваемость ВИЧ, чесоткой, педикулезом, эхинококозом и корью в нашей области превышает республиканский показатель. Также в регионе отмечены случаи бешенства, которые возникли в результате укусов бродячими животными. Эти показатели вызвали недовольство Нурмухамбета Абдебекова. Теперь чиновники по поручению главы региона будут внимательно исследовать все эти случаи и разбираться в ситуации. Обеспечить эффективность работы бригад по отлову и обстрелу бродячих домашних и диких животных в связи с увеличением регистрации обращения населения с укусами животными. В июле текущего года от укуса дикого животного скончался житель города Сатпаев. Со слов докладчика, в регионе зарегистрировано 5 фактов заражения бешенством домашних животных. Также отмечается более 3000 обращений граждан. Все они жаловались, что стали жертвами нападений бродячих четвероногих. Особенную тревогу чиновников вызвала передовая позиция области, которая лидирует по росту некоторых болезней. Превышение республиканских показателей заболеваемости отмечается по следующим нозологиям. Это болезнь, вызванная ВИЧ, областной уровень 0,51, республиканский 0,16. Носительство ВИЧ областной 17,6, республиканский 10. Чесотка областной 4,8, республиканский 2,5. Педикулез областной 11,3, республиканский 7,9. Также чиновники отметили и положительную динамику. С их слов, в области снизился показатель заболеваемости туберкулезом. Хороший результат достигнут благодаря профилактическим прививкам. Снижение заболеваемости наблюдается с аналогичным периодом прошлого года. Это с алмонолюзами на 33%, курсулезом на 4 случая, острым вирусными гепатитами в 2,9 раз, в том числе вирусными гепатитами А в 4,3 раза, туберкулезом дыхания на 61%, с сифилисом на 6,5%. Докладчики также отметили, что в некоторых стационарах области есть нехватка дезинфекционных камер. Из-за этого опработка постельного белья завершается не в полной мере. Такая ситуация только способствует размножению бактерий. Глава региона Нурмухамбет Абдебеков поручил ответственным проследить за ситуацией. Управлению здравоохранения внести предложение в Управление экономики и финансов о дополнительном финансировании Управления здравоохранения направлено на устранение имеющихся в медорганизациях нарушений требований санитарно-эпидемиологических правил. Также чиновникам поручили контролировать, чем кормят в столовых школ и садиков. Аким области отметил, что здоровье подрастающего поколения – залог успешного процветания Казахстана. Аймамлина Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Газа «Галакси Групп». Производитель продукции торговых марок «Алюгал». Галвин. Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Как идет развитие регионов области? Ход реализации комплексных планов находится на особом контроле. Первый заместитель Акима Карагандинской области Аслубек Дюсибаев побывал с рабочей поездкой в Осакаровском районе. Первый заместитель Акима области посетил социально значимые объекты. Школу номер один была построена в начале этого года. Здесь обучается около 700 детей. В здании есть хореографический и вокальный класс, большой спортивный и актовый залы. Здание очень прекрасное. Классы очень большие, хорошие, светлые, уютные. Очень тепло. По мере возможности мы уже полностью почти практически завершили оформление. Остались только несколько классов. Также Аслубек Дюсибаев посетил центральный магазин района. На втором этаже продается одежда, а на первом все самое необходимое. Хлебопулочные изделия, молочные товары и другие продукты питания. В целом чиновник остался доволен развитием магазина и пожелал успехов руководству. После рабочей поездки первый заместитель Акима области провел совещание и дал ряд конкретных поручений по решению проблемных вопросов. Лариса Хусейнова, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Парни из шахтерской столицы наказали штрафами полицейских. Почти за месяц активной работы в общественном объединении ОСА молодые люди добились взыскания более 50 МРП сотрудников Дорожно-патрульной службы. Своё рвение они объясняют неприязнью к коррупционным проявлениям. Обещают, что к концу этого года сумма штрафов будет больше. 22-летний Генрих Кливер – обычный парень из Караганды. С его слов, несколько лет назад он столкнулся с полицейским произволом. Сотрудники ГАИ отобрали у него права за превышение скорости. Начав разбираться в случившемся, Генрих доказал, что не нарушал правила дорожного движения. В итоге документы ему вернули. С тех пор он начал изучать законы и помогать гражданам отстаивать свои права. По телефону, да, разговариваем, уважаемый, прям за рулём. По телефону номер тут есть. Работа за рулём. Со слов Генриха, полицейские в нашем городе зачастую сами нарушают правила дорожного движения. Непристёгнутые ремни, скрытое патрулирование, сон на рабочем месте, незнание пунктов ПДД – это лишь часть тех нарушений, которые мы выявляем, рассказывает Генрих. Во всех этих случаях парни включают камеру и пытаются пресечь нарушения. Поступали обращения граждан, обычных водителей, которые присылали свои фотоматериалы, видео с нарушением сотрудников. Получается, мы с ребятами разбирались, с активистами эти материалы, составляли жалобы, направляли в выполненоченные органы. Ну и, соответственно, только по моим материалам, примерно за 20 дней уже оштрафовано 10 сотрудников полиции, один подал в отставку. Второй активист АСЫ Кирилл Костюнин тоже сторонник правильного вождения. Его усилиями в городах Казахстана наказаны не один десяток полицейских. Выявляются нарушения сплошь и рядом, однако парень заявляет, что граждане, действительно нарушившие правила дорожного движения, не найдут поддержку в их группе. Граждане думают, что мы поможем им в любых делах, даже когда они виноваты. Мы это популярно объясняем им, в чем они неправы, и то, что мы не потворствуем коррупции. Сегодня в рейд вместе с ребятами выехали и мы. За пару часов работы мы зафиксировали несколько любопытных кадров. Можно узнать, почему вы ездите не пристегнуты? Не пристегнуты, почему вы ездите не пристегнуты, у вас одна пара передними. Игнорируют обращения от простого гражданина. Постой, как мы обратились к ним, после этого они уже включили пенковые очки. Кто прав, кто виноват, должны решать надзорные органы. Генрих и Кирилл обещают помочь им в этом. А имам Рина Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, первый карагандинский. В Караганде привлекли к ответственности еще ряд чиновников за несоблюдение надлежащего контроля проводимых работ. В списке один из руководителей департамента Владимир Винель и руководство отдела кадров города Каражал. О подробностях заседания в следующем материале. Я согласен, это было правонарушение. Я признаю весу вину. Это Бахат живи в жилу, вы вообще даете даже без никаких документов заключения. А последствия могли бы еще серьезные. В данном случае это предпочтение. А предпочтение это уже по 24-й, а теперь у 19-й, где грозит только увольнение. Данное дело рассматривалось в отношении руководителя территориального департамента комитета атомного энергетического надзора и контроля по области Владимира Винеля. По проверке комитета строительный проект под его руководством Балхаш Бекжула был сдан без энергетических экспертиз, где не контролировались предоставления своевременных документов. Также руководители аппарата Акима города Каражала и отдела кадров получили строгий выговор. Чиновники незаконно уволили сотрудника с работы во время больничного отпуска. Спустя два месяца Светлану Миллер восстановили на службу. В данный момент был не специально. Была ситуация, когда наша канцелярия неправильно, ну в смысле, скажем, не до конца нормально сработала. Где-то объективные и субъективные причины, наверное, были. На тот момент молодой специалист канцелярии остался одним. Значит, начальника канцелярии и второго специалиста не было. Наверное, где-то в тот момент произошел сбой в системе. Но вы, как руководитель аппарата, вы, наверное, ежедневно должны знать, кто на рабочем месте и кто отсутствует. Ну, ежедневно. До обеда и после обеда. Кто-то может после обеда в обществе. Согласно утренбурным средствам, у нас, 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 у нас. В докладе были отмечены основные мероприятия, проделанные против воздействия коррупции по области. Гульза Атсахова, Исламбек Успан, Александр Цирыкидзе, Первый Карагандинский. В некоторых окруженных и участковых избиркомах города поредили ряды. Члены избирательных комиссий подали заявление о сложении своих полномочий в силу ряда причин. В общей сложности по Караганде попросили о выходе из составов избиркомов 100 с лишним человек. Об этом стало известно на внеочередной 50-й сессии городского маслехата. Сергей Высокосов с подробностями. В городской маслехат поступило письмо от Карагандинской городской избирательной комиссии с просьбой освободить от обязанности 24 человека окружных избирательных комиссий по выборам депутатов городского маслехата. Также от участковых избиркомов пришло письмо, в котором сказано, что 87 человек, ранее состоявших в участковых избирательных комиссиях, решили сложить свои полномочия. В соответствии с требованием под пункт 1, пункт 6, статьи 19 Конституционного закона Республики Казахстан о выборах заявления членов избирательных комиссий подлежат удовлетворению и являются основанием для освобождения членов избирательных комиссий от их обязанностей. Кто-то из желающих выйти из составов избирательных комиссий сделал это по состоянию здоровья, либо в связи с переменой места жительства, или по другим объективным причинам. Когда обновленные составы окружных и участковых избирательных комиссий Караганды будут сформированы, их вновь будут согласовывать на сессии городского маслехата, как и положено по закону. Сергей Высокосов, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, 1-й, Карагандинский. Сотрудники СОБРа и спецназа продемонстрировали свою работу для школьников. В рамках акции «Я и мой полицейский» для детей были организованы лекции, беседы, тематические игры и ознакомительная экскурсия по территории УВД города Караганды. Ежегодная акция «Я и мой полицейский» на этот раз прошла весьма необычной форме. Учащицы не только могли ознакомиться с правилами поведения в общественных местах, на дорогах и с незнакомыми людьми, но и побывать с экскурсионной прогулкой по территории стража порядка. Пригласили детей со школы и большое желание выразили поучаствовать в таких мероприятиях. Это вообще проводится в каждой школе, такие мероприятия. В ходе акции также организованы лекции на правовые тематики, экскурсии в учреждения пенитациарной системы. Акция длилась всего три дня, но даже за такой короткий срок учащицы узнали много нового и полезного. На экскурсии школьники посетили Центр оперативного управления, были продемонстрированы служебные автомашины, некоторые виды оружия. Сегодня я была на экскурсии УВД города Караганды, который проводится каждый год. Провел ее Рустам Гасманович, наш школьный инспектор. Я первый раз увидела, как пользуются разным оружием. Главной целью всего проведенного мероприятия, конечно же, послужила профилактика и предупреждение школьников об опасностях, которые могут встретиться им ежедневно. Ведь по-прежнему подростки совершают преступления, идя на поводу своих сверстников или же под влиянием случайных обстоятельств, не подозревая об угрозах. А сердце Нымбаева, Жасулан Макулбеков, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. На более 100 миллионов тенге жители улицы Карбышева, 14-2, изменили свой дом до неузнаваемости. Сейчас ведутся работы по благоустройству прилегающих территорий. Все это делается в рамках госпрограммы модернизации ЖКХ. Жильцы улицы Карбышева обращались с просьбой о помощи уже давно. Многоэтажку признали аварийной. В прошлом году были проделаны работы по замене лифтов, кровли, подвалов и подъездов. А уже спустя год жильцы получили обновленный фасад здания и остались очень довольны. В этом доме я живу более 15 лет. Когда я сюда переехала, здание было в аварийном состоянии. По государственной программе нам сделали ремонт. Мы все остались очень довольны. Спасибо большое. Для домов, прошедшие модернизацию ЖКХ, дополнительно облагородят прилегающую территорию. Общая сумма затрат за ремонт подъезда и фасада составила 112 миллионов тенге. Работы по благоустройству уже начались. То, что здесь до ремонта было, действительно бывшее общежитие. Здесь верхние этажи вообще практически не были заселены, потому что там невозможно было жить. Крыша текла, отопления были, перебой, лифт не работал долгое время. Сейчас этот дом... Жители в чем получают эффект? Во-первых, комфортные условия проживания. Здесь уже приятно заходить в подъезд. Можно подняться на верхние этажи на лифте. Крыша не течет. Бесперебойное теплоснабжение. Также по государственной программе провели модернизацию ЖКХ по улице Гопеева в двухподъездном доме. На все было выделено 29 миллионов тенге. Лариса Хусейнова, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Выплаты по депозитам продолжаются. С августа месяца этого года отделение акционерного общества «Банк Центркредит» принимает заявление на выплату дополнительного возмещения по депозитам «Валюттранзитбанк». Свыше 2,5 тысяч вкладчиков уже обратились за получением своих денег. Чтобы получить остаток по депозиту, без учета начисленного по нему вознаграждения, до 5 миллионов тенге необходимо подойти в отделение акционерного общества «Банк Центркредит». Выплата производится не позднее, чем в течение пяти рабочих дней со дня поступления в «Банк Центркредит» всех подтверждающих документов. Мы информируем жителей Караганды и Карагандинской области о том, что до сих пор продолжается осуществление дополнительных выблат по депозитам обанкротившегося АУ «Валюттранзитбанка». Для получения остатков своих депозитов по вкладам, размещенным в АУ «Валюттранзитбанк», бывшим вкладчикам нужно обратиться в отделение АУ «Банк Центркредит» с предоставлением удостоверения личности и прочих документов, подтверждающих права вкладчиков на получение вкладов АУ «Валюттранзитбанк». Педагоги детского сада «Гаухар» нашли новый способ обучения детей английскому языку. Занятия ведутся при помощи песен. У малышей уже есть успехи. Свои знания они продемонстрировали на городском семинаре. Общались, пели песни и отвечали на вопросы. Аймамрина подробнее. Незамысловатые песни с повторяющимися словами – это и есть самый легкий способ выучить английский, делятся педагоги детского сада «Гаухар». Эту практику они начали уже давно. Сейчас в стенах дошкольного учреждения иностранный язык изучают все. Вместе с детьми учатся и педагоги. Свои знания и те, и другие продемонстрировали на городском семинаре по обмену опытом среди учителей английского языка. Даже неанглоязычные воспитатели пытались создать атмосферу Англии. Гостей с порога встречала Мэри Поппенс. Дети с увлечением участвовали в семинаре. Несмотря на большое количество зрителей, они без стеснения демонстрировали свои знания. Пятилетний Мансур Малик тоже спел песню. Хеллоу, 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 нак, 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 камани. Пользу таких семинаров отметили и гости. Учитель английского языка Асем Топаева поделилась впечатлениями. Со слов девушки, на мероприятии было чему поучиться. Очень полезны такие семинары, чтобы проводились побольше. Мы получили много нового опыта и будем стараться пользоваться такими же методами, способами проводить свои занятия. Свою оценку мероприятию дали и представители из городского отдела образования. Отмечая пользу семинара, они пожелали, чтобы коллектив садика продолжал эту работу. Очень интересные занятия показали сегодня педагоги. Дети превосходно выступали. Молодым специалистам полезно посещать такие мероприятия. Педагоги Гаухара не намерены останавливаться на достигнутом. Со слов руководства дошкольного учреждения, коллектив и дети еще покажут себя на предстоящих осенних утренниках. А имам Ренежа Сулам Акулбеков, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. На этом у меня все. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию по номеру 420649. Я с вами прощаюсь. Аман Сау Волгинсдар. Редактор субтитров А.Семкин